Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Безопасности, как известно, много не бывает. Это я уже говорил. Поэтому продолжу рассказывать о безопасности. Ссылка на плейлист со всеми скринкастами в описании. Сегодня о крайне полезном и удобном сервисе Protonmail. Итак, при первом поверхностном взгляде Protonmail это просто очередной почтовый сервис. Но при втором и последующих обнаруживается, что это не простой почтовый сервис, а почтовый сервис из Швейцарии, с родины Швейцарского банка. Но и это еще не все. Это сервис, который по умолчанию шифрует всю вашу почту, используя алгоритмы сквозного шифрования. И это уже все. Роскомнадзор пытался блокировать Protonmail и это значит, что сервис хороший. Плохие сервисы Роскомнадзор не блокирует. Как и со всяким сервисом, имеющим дело с криптографией, главное это доверие к разработчикам. Но я думаю, что таким разработчикам не доверять просто нельзя. Поэтому регистрируемся. В принципе это коммерческий проект. Тоже кстати плюс к доверию, поскольку если вдруг будет скандал с перехватом сообщений, они прогорят. Тут есть бесплатный тариф, но он включает только 500 мегабайт. Этого мало. Хотя если чистить ящик, должно хватить лет на 7. Вообще Protonmail связан со швейцарским Церном и название отсылает к большому андронному коллайдеру, который примерно в это же время разрабатывался в Церне. Точнее разгонялся, что называется, а не к размеру сервиса. Это я про Proton. Сервера находятся в Швейцарии, что потенциально снижает возможность давления со стороны американских и европейских спецслужб. Ну и российских, понятное дело. Сразу можно указать имя, которое будет в поле от. Хотя это можно сделать и потом в настройках. Ну и вот перед нами интерфейс. Такой стандартный, сильно похожий на Gmail. По-моему, разработчики даже не скрывали, что они подрезали стиль у Гугла. Здесь так же, как и в Google, можно создавать папки и ярлыки. А вот эта штука отличается. По-моему, удобно представление на двух экранах. Но если не нравится, можно включить классику. Корзину, как я говорил, надо периодически чистить. Ну или придется заказывать платный тариф. Что еще? Ну тут есть настройки. Тоже достаточно стандартные. Да еще и русифицированные. Единственная тут вот эта штука. Можно включить режим двух паролей. Но это потребует дополнительных действий всякий раз при заходе. А из системы он выкидывает при перезагрузке браузера. Поэтому вам решать, но даже сами разработчики говорят, что это не обязательно. Кстати, для облегчения жизни пользуйтесь менеджерами паролей. Например, LastPass с автозаполнением. В принципе, там можно и на два пароля настроить. Но это я еще расскажу, наверное, потом. Может, сделаю скринкаст. Ну и то же самое с двухфакторной аутентификацией. Конечно, это нужно. Но всякий раз при заходе вводить коды, не знаю. Если вы работаете на разведку Северной Кореи, то это, конечно, необходимая фича. Ну и на этом, собственно, все. То есть это просто сервис, где вся переписка защищена сквозным шифрованием. Эдакий мейл-велоп только без танцев с бубнами. Написали письмо. Отправили. Человек получил. Прочитал. Больше никто прочитать не сможет, включая владельцев серверов. То есть самих паратон-почтальонов. Причем писать можно и на внешние почтовые сервисы. Вот, например, пишем на Gmail. Выбор получателя здесь, кстати, тоже как в гугле. Итак, пишем на Gmail. Если мы просто отправим, то человеку просто придет письмо. Без защиты и шифрования. Но если мы включим вот эту опцию, шифрование для внешних пользователей и зададим пароль, то письмо отправится уже в зашифрованном виде. Причем оно еще и удалится через 28 дней. Это по умолчанию. А можно выставить и какой-то другой период удаления, но не меньше часа. И пользователям вне протон-мейл придет письмо вот такого содержания. То есть прочитать письмо он сможет только после ввода пароля. Пароль ему соответственно надо передать заранее. Например, с помощью секретного чата в Telegram. То есть все для нас и для нашей безопасности. Только пользуйся. Ну и естественно есть приложение под Android и iOS. В принципе, говорить про этот дурной тон, понятно, что оно есть, но все-таки скажу. Тем более, что запускается все быстро, выглядит приятно. Собственно использование защищенного почтового сервиса, как и многое другое, о чем я рассказываю, не требует от вас каких-то сверхусилий. Я думаю вы уже это поняли, а значит почему бы нет. Все любите друг друга. Вообще следить за безопасностью это как чистить зубы. Нужно просто привыкнуть, а потом все пойдет на автомате. А для того, чтобы выработать эту привычку, подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.